Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся в студии ручные вещи и сегодня вместе с Ксюшей будем декорировать обложку для паспорта. Для работы нам потребуется готовая заводская обложка и картинка, которую мы хотим нанести на эту обложку. Картинка у меня распечатана на лазерном принтере. Картинка может быть абсолютно любой. Можете распечатать вашу фотографию или любую картинку из интернета. В первую очередь Ксюша покроет нашу бумажную заготовку акриловым лаком. Сейчас покажу. Покрываем всю заготовку, в том числе белые поля. Так как бумага скользкая, первый слой лака может собираться капельками. В этом нет ничего страшного. Ксюша нанесла первый слой лака. Ждем, пока он просохнет. Либо сушим его феном. Если первый слой вы покрыли вертикально, второй слой наносим горизонтально. Это нужно для того, чтобы поверхность лучше прокрасилась. Первый слой у нас просох. Сейчас Ксюша покроет вторым слоем лака. Всего нужно нанести 5 слоев лака. Каждый слой обязательно просушиваем. Вот что у нас получилось. Теперь мы будем работать с обложкой для паспорта. Нам нужно ее пошкурить. Для того, чтобы она была шершавая и хорошо схватилась с нашей заготовкой. Наша заготовка готова. Теперь мы будем покрывать ее белой акриловой краской. Для работы мы будем использовать поролоновую губку. Покрывать нужно тоненьким слоем. Наша заготовка должна быть абсолютно белая. Пока она сохнет, мы займемся нашей распечаткой. Мы замочим ее в воду и оставим ее там на 2 минуты. А теперь начинаем самое интересное. Мы кладем заготовку картинкой вниз на стол и начинаем скатывать бумагу. Очень аккуратно. У нас должен остаться один лак. Если бумага недостаточно промокла, поливаем картинку водой сверху. Чтобы убрать лишнюю бумагу, можно периодически споласкивать заготовку в воде. И вот такая тоненькая заготовка на лаке у нас получилась. Сейчас я ее сполосну в последний раз, чтобы убрать остатки бумаги. И мы будем ее приклеивать к нашей паспортной заготовке. Нашу обложку мы покрываем клеем ПВА. Теперь очень аккуратно прикладываем наш лак с картинкой сверху. Кисточкой выгоняем воздух от центра к краю. Действовать с лаковой заготовкой нужно очень аккуратно, потому что она растягивается. У меня сейчас получилась вот такая вот наклейка. Сейчас нужно дождаться, пока она высохнет. Для этого должны пройти сутки. И обрезать лишние крайчики. Наша заготовка высохла, и все лишнее я обрезала. Если крайчики у вас начнут отходить, нужно их аккуратненько подклеить клеем ПВА. Обложка получается мягкая, потому что всю лишнюю бумагу мы убрали. И такая обложка прослужит вам долгое время. Я желаю вам творческих успехов и приглашаю к нам в студию вручные вещи, которые находятся в доме быта на Попово-14, третий этаж. Субтитры сделал DimaTorzok